Всем привет, меня зовут Алекс, это канал AlexHinnerToys. Сегодня у нас обзор новой коллекции игрушек Animal Discovery Повелители Саванны от Сбабам. Откроем дюжину пакетиков. Приобрести их можно в киосках печати, на озоне и в магните. Ставь лайк и поехали в Саванну. Кто же у нас повелевает Саванной? Ну судя по пакетику, это конечно же Лев, еще Носорог, Крокодил и Орел. Это Кондор. Откроем разберемки. Положили вкладыш в книжку. Но первым не попалась кобра, зубастая. Есть описание кобры, правда на русском языке описания нету. Вот так выглядит она в природе. Все в этой серии 12 животных. Стервятник, крокодил, лев, пантера. Бегемот, буйвол, кобра, львица, носорог, мамба, бабуин, слон, бородавочник и орлан. Есть 4 игрушки со спецэффектами. Это слон и носорог, они могут светиться в темноте. Бородавочник меняет цвет на солнце. И бегемот меняет цвет в горячей воде. Вот такая коллекция. Какая длинная змеюка. С очень прикольной кожей. Каждая чешуйка сделана. Это круто. Как настоящая змеиная кожа. А снизу брюшко. Полосатенькая. Брюшко по цвету отличается от спинки. И конечно же у этой кобры есть большие зубы, длинный язык. Укус ее смертельный. Также у кобры есть капюшон, который она вот так раскрывает. Чтобы вы сразу поняли, лучше к ней не подходить. Кобра всегда предупредит перед тем, как укусить. Змеюка избивается и ползает. Это игрушка антистресс. Можно ее растягивать, жмякать. И не бояться, что она вас укусит. Ведь она резиновая. Люблю игрушки антистресс. Кобра это хорошо, но мне больше интересно черная мамба. Ни разу ее не встречал в коллекциях. И сразу еще одна змеюка. У этой пасть еще шире, по-моему, открылась. Пусть вот тут полежат. В змеином гнезде. Откроем следующий пакетик. И у нас тут львица. Вот такая красивая кошка. Какая она забавная. Не похожа она на львицу. Больше на какого-то, не знаю, льва-тигра. Пасть зубастая. Правда, зубы куда-то в бок ушли. Плохо прокрасили. Это мне не нравится. Язык ей сделали неплохой. Реалистичный. Но уж больно у нее неестественная какая-то морда. По мне, так в природе она по-другому выглядит. Давайте, кстати, сравним. Картинка же есть. Ну да, тут львица посимпатичней. А этот какой-то мутант. И довольно пухлый. А тело, кстати, похоже на медвежье. Львы-то они похудее будут. Им же бегать по саванне надо. Дичь добывать. А такой комплекции много не набегаешь. Также у львицы есть длинный хвост. Главное не оторвать. Кобра мне пока побольше понравилась. Крокодил. Какой он зелененький. И видно, что улыбается. Улыбка у него, конечно, широкая. Ведь у него огромное количество зубов. Любого зверя может схватить и утащить к себе болото. Крокодил пупыристый. Кстати, пупырки такие остренькие. Пальчики ему сделали когтистые. А вот хвостик какой-то короткий. Мне кажется, у крокодила подлиннее должен быть. А это какой-то миниатюрный. Может, это только крокодиленок? Здорово, что брюшко у него другим цветом покрашено. У крокодила зубов много и вроде нарисовали прикольно. А у львицы мало, там накосячили. Крокодилов я люблю. А это, похоже, стервятник. Да, точно. Не очень симпатичная птичка. Падалью питается. О, как прикольно он сделал. Я такие в каком-то мультике видел. Белая голова на длинной шее. И взгляд такой зоркий. Сидит, высматривает, где что умрет. И можно будет это съесть. Клюв у него длинный. Специально, чтобы мясо разрывать. И шикарные крылышки. Эти перышки, смотри, как круто сделаны. Вот это мне нравится. И на теле тоже большое количество перышек. Маленький хвост с перьями. Так и хочется ему какое-нибудь перо выдрать. Но не получится. И лапы когтистые. Какой-то курицы. Смотри, какие они противные и мерзкие. Настоящий стервятник. Хотя стервятник так и должен выглядеть. Не очень привлекательно. Зачетный. Надо открыть какой-нибудь пакетик попухлее. Чтобы большого зверя найти. Носорог. Огромный и опасный. Вы просто посмотрите, какой у него гигантский рог. Такому лучше не приближаться. Да и сам он бронированный. Еще маленький у него рог есть. Добавочный. Ушки у него маленькие розовые. Выглядят мило. Мощные ноги и малюсенький хвостик. Вроде бы травоядное животное. Но такое огромное и опасное. А внутри у него походу вода или какие-то шарики. Не, шарики гелевые. Вон они видно. Звук он издает. Забавный. Носорог может светиться в темноте. Пойдем проверять. Бывают носороги серые, а бывают зеленые. Светящиеся в темноте. Радиоактивный какой-то. Еще один большой пакетик. И тут у нас бегемот. Или гиппопотам. Похож на носорога по комплекции. И на родственники. Только морда отличается. А у бегемота-то посмотрите, какая огромная пасть. И как все здорово сделано. Каждый зубик видно острый. Причем некоторые побольше. Язык огромный. Тут тоже прикольно все прорисовано. Мне нравится. И взгляд у него дикий. Самые опасные животные в саванне это травоядные. К ним вообще не подходите. Разве можно сказать, что бегемот вот такой травоядный? Да по мне так настоящий хищник. Поймает какую-нибудь птичку. Хрять. И съел. Тоже наполнил шариками. Кстати, бегемот должен менять цвет в горячей воде. Надо это тоже проверить. Гиппопотам готов к принятию горячих ванн. Заныриваем. Весь не помещается. Что мы видим? Он начинает светлеть. Ну такое себе конечно. Может если подольше его подержать, он больше цвет поменяет? Попробуем. Да, просто посветлел. Темный, светлый. Ну давайте вот докрасим уж, чтобы одного цвета был. Идем дальше. Сервятник был уже такой. Повторный. А вот мы нашли льва для нашей львицы. Красавец. Вы только посмотрите, какая у него шикарная грива. Вот тут заморочились. Еще цвета изменили. Мне нравится. А то я тут недавно в Натун с льва достал. Там унылое зрелище. А этот лев хорош. И выражение у него, смотрите, какое агрессивное. Настоящий царь зверей. Зубы острые. Пасть открытая. Не, грива конечно зачетная. И вот он уже нормальной комплекции. Мощный такой. Не то что львица. Где она кстати? Да, львица на его фоне смотрится не очень. Тут кто-то большой. Может быть слон? Нет, это не слон. Это буйвол. Живя в саванне, нужно обязательно обладать либо зубами, либо рогами. У буйвола как раз мощные рога. И взгляд настоящий буйволиный. Мощные ноздри. Копыта, смотри, какие классные. Правда подстерлись. Ну по саванне столько бегать. Мощный горб. И он очень шерстяной. Не, ну выражение морды у него конечно шикарное. Маленько в этой коллекции животных по мультяшному сделали. И мне это даже больше нравится. Вот буйвол жмякать одно удовольствие. Потому что он большой. Осталось пару пакетиков. Где же черная мамба? Думал стервятник, но нет, другая птичка. Это орлан. И орлан, это конечно красивая птичка. По сравнению со стервятником. Крылья у него шикарные. И размах тоже не маленький. Высоко летит. Зорко глядит вниз. И стремительно нападает на добычу. Пёрышки ему тоже хорошо все прорисовали. Птички у с бабам получаются отличные. А тут даже и белым цветом подкрасили. Это здорово. Не поленились. Правда какой-то он плосковатый. Сила гравитации на него так действует что ли. Ну я если честно птичек не очень люблю. В игрушках антистресс. Не подавая к или больших игрушек. Или каких-нибудь длинных типа змей. У меня еще один пакетик остался. Надеюсь тут будет мамба. Бабуин. Какой он смешной. Особенно вот эти синие полоски у него на носу. Взгляд конечно у него хмурый. И пасть зубастая. Да ё-моё у кого-нибудь зубов то нету. Почему все такие зубастые и опасные. Настоящие повелители саванны. Лапы у него мощные. Тут у него пять пальцев. И тут пять. Прям как у человека. Хвост у него кстати как у львицы. И зубы побольше. Только посмотрите. Это маленькие зубы. Ну что она тут накусает. А вот он как укусит львица за нос. Мало не покажется. Вот такие классные игрушки антистресс. В новой серии повелители саванны. Ацбабам. Собрали 10 животных. Из 14. Не удалось посмотреть на слона. Мамбу. Бородавочника. И пантеру. Мне коллекция понравилась. Особенно бегемот, лев, носорог и буйвол. А что вы думаете об этой серии? Какие животные понравились? Собираете ее? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. И пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пищику. Сегодня без сладкого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok